Добрались мы до наушников. На этот раз, конечно, наушники... Ну, там несколько штучек такие же, но есть вот такие другие. Это Fender, да? Наверное. J300. На них ничего не написано. Вот такая вот коробка. Сейчас достанем, посмотрим. Ну, скорее всего, они не новые. Такие яркие, прикольные. Не новьё. Ну что, на этих тоже одно ухо не работает. Так что, давайте, мы такие ещё не разбирали. Сейчас я их разберу и посмотрим, что внутри. Так, ну вот, разобрал их. Вот он проводок. Видно, не видно? Отпаяны. Вот. Я вроде как бы сейчас приложил. Мне кажется, заработало. Но сейчас я припаяю и дальше продолжу. Так, ну что. Я их припаял, ребят. У меня это получилось. И они заработают. Как новые наушники, они уже не продастся. Ну, потому что видно, что они чуть-чуть... Ну, бэушные, я думаю, рублей за 300 с такой фирмой они уйдут просто. Так что, всё. Класс. Начало классное. Разбираем следующий. Так, ну, у этих пишут чего. Нет звука наушника. То есть, нет звука в обоих наушниках. Ну, сейчас распакуем, да посмотрим. Ну, сейчас прикол. Они работают. Прекрасно работают. Ну, написано, что не работает. Что бы они не работают. Работает всё. Класс. Вторые наушники и вторые работают. Если так дело пойдёт, вообще будет очень классно. Всё. Распечатываем следующие. 521. Такие у нас были. Те, кстати. 221. Не играет один наушник. Ну, это как обычно. Сейчас будем смотреть, проверять. Потому что, так как они сегодня пишут, что-то нам прям очень сильно везёт. Да, действительно, правый наушник не работает. Ну, сейчас мы его разберём. Посмотрим. Разобрал я их. Проводки все на месте. То есть, скорее всего, динамик поломанный. Ну, то есть, я же говорю, кто разбирается, может снять другой динамик, где работает с таких же наушников. Перепаять просто тупо. Вот и всё. Я не заработаю. Ну, давайте ещё двое наушников. Сейчас посмотрим, что дальше будет. Этот написано. Не работают два наушника. Это сейчас быстрее проверять придётся. Ну, сейчас разберём. Тоже 521. Ну что, сейчас будем разбирать. Ну, не знаю, кто их там собирает. Правое ухо не работает. А написано, что оба не работают. Ну, ничего. На запчасти пойдёт тоже. В принципе, пока 2.2. Разбираем дальше. Ну, вот такая же фирма, что у нас и была. G300 Defender. Написано, что не работает правый динамик. Ну, там тоже не работал. Мы там припаяли чуть-чуть. И всё, заработало. Правый динамик не работает. Сейчас разберу и посмотрим, что там. Ну что, как я и говорил, там отпаялся проводочек. Вот, я сейчас припаял его. Работает супер. Двое хороших таких наушников. Ну, с названием я имею в виду. И оба я сделал. Так что классно. Класс, класс, класс. Получается, двое будет на разбор на запчасти, а трое на продажу. Это очень хорошо. Начало нас радует. Едем дальше. Ну что, добрались мы вот до такого телефона. Sony Bolt for Life. Наверное, крутой телефон. Вот такой. Он какой-то бронированный. Ну, в плане того, резиновый. Весь в резинках. Есть этот. С болтами. Аккумулятора нет. Аккумулятора нет. На восстановление, значит, он не пойдет. Что у нас тут в комплекте? А в комплекте какой-то чехол на него, наверное. Скорее всего, да. Защипом. Зарядка. Гарантийный талон. То есть я, в принципе, могу в магазин пойти достать его. Сказать, аккумулятор я потерял. USB. И наушники. И инструкция. Даже есть запасные эти, в уши, тыкалки. Прикольно. Ну, я думаю, по запчастям его можно. По запчастям, так как на разбор. А может быть, даже и нет. Может быть, придется его катапультировать откуда-нибудь. Куда-нибудь. Ну, ладно. Смотрим дальше, что там у нас. Вот такая штучка. Выдираловка, дергалка. Открываем. А тут... Вот это. То есть, в принципе, это как-то должно вместе соединяться. И работать. Но в нашем случае это не работает. Инструкция. Сертификат качества Philips. И больше ничего. Ну, что вам скажу. Тоже хлам. Тоже, кстати, такая же, по-моему. Тоже такая же, да? Один в один. О, здесь в полном наборе. Смотрите. Такая штучка есть. Тоже не включается. Все запчасти к нему. В разобранном виде. Кто-то, видать, на лазки дергал тоже. Бэйл. Блин, ну тоже мусор. Зарядки нету. Печально. Но из этих трех вещей... Мусор. Ну ничего. У нас еще много чего другого. Едем дальше. Вперед! Вот такой вот чайник. Скарли. Ну, по крайней мере, был уточнен. Никаких звуков не издает. Значит, хлам. Ну, он не рабочий. Что тут? Можно только вот эту подставку. Вот. С 16-го года он. Хлам. Смотрим следующий. Чайник, может, в нем поверят. Тоже чайник. Просто не включается. Тоже Скарли. Ух ты! Стекло. Он что, разбитый что ли? Типа в упаковке. Бог ты мой! Видите, он какой убитый. Не проверять не стоит. Ну, потому что он старый, древний, убитый вообще напрочь. Написано, что он не включается. Ну, он и понятно. Но он просто ушатанный. Я думаю, тоже в утиле. Видите, как получается? Что-то чайники нам получаются вот так вот. Ну, ничего. У нас есть еще один чайник. Может, с ним что-то будет хорошо. Сейчас достану. А вот он, чайник. Символ. Чайник электрический. Он стеклянный. Красивый, хороший, да? Но там, слышите, гремит что-то. Он там разбит. Разбит стеклянный корпус. Замечательно. Ну, давай, открою. Да-да-да-да-да. Разбит корпус. Но новый. Представляете? Вот он. Разбитый. Очень жарко. Крышка работает. Зато крышка работает, смотрите. Оп. Это тоже очень важный момент. Так что, я вам скажу, чайники выиграли. 3-0 в пользу поломанных. Ну, ничего. На выброс. Может быть, пишите. Может, у кого есть такой же чайник, но нету блина этого. Вышлю за ваш счет. Просто так. Главное, пишите комментарии. Смотрите видео. Подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее. Потому что там идет у нас уже печка и планшеты, и навигаторы, и телевилы. В общем, надеюсь, хоть там что-то будет такого, чтобы меня обрадовало. И окупили этот палет, что ли. Так что так. Все. До новых встреч.